МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С досягнениями и планами завода ознайомился Олег Сентюроу. Свою историю Гомельский химичный завод отличывается с 65-го года. За минулый час его территория, а это примерно 180 гектаров, никогда не изменилась. А вот творчость стала совсем меньшей. Сегодня Гомельский химичный завод сучасное предприемство, которое поспяково гандует и на внешних рынках. Зараз Гомельский химичный завод одно из ведущих предприемств на автохимичной годины Беларуси и буйнейшая в Украине, где вырабляют минеральные удобрения с утроманием фосфором. Большим продукциям хопая, как не только задоволись потребы у внутреннего рынка, а и поставлять ею на экспорт. Сегодня, например, это принесло предприемству больше 160 миллионов долларов. Таких валютных поступлений ранее у истории завода не было. В этом году мы поставили порядка 450 тысяч тонн фосфорных удобрений на экспорт. Основные традиционные рынки сбыта для нас являются страны Балтии, Польша, Украина. К примеру, в Украину мы в этом году поставили более 150 тысяч тонн. Для нас он самый премиальный рынок. Доля рынка составляет 38% на сегодняшний день. Сегодня доля Гомельского химичного завода на сусветном рынке фосфорных удобрений складая около 10%. При этом на предприемстве подкресливают утримать этот рынок во умовах жорсткой конкуренции совсем не просто. А тому модернизация, якая проводится не сама мета, а житевая необходность. Инвестпроект по реконструкции цеха фосфорной кислоты, який открыли селета, реализовывался на протягу трех годов. У основу поклали передовые распроцовки ведущего российского института в глине вытворчестве фосфорной кислоты. А так само вынеки шмат годовых доследований, проведенных на заводах Российской Федерации и Литвы. И это не одна вытворчесть, якая заявилась на заводе о пушный час. Мы реконструировали основные цеха по производству минеральных удобрений. Общий объем инвестиций по данным проектам составил порядка 5 миллионов долларов. Была проведена реконструкция серно-кислотного производства с объемом инвестиций около 3 миллионов долларов. Все проекты направлены на повышение производительности существующего оборудования и снижение энергозависимости предприятия от внешних источников. Высокий технологичный узровень новых обсолеваний, дозволяя не только поведение объема вытворчести фосфорных удобрений практически удвоя, но и повышая экологичную безопасность. Модернизация вытворчести на гомельском химзаводе в уголе ведется одночасово с повышением безопасности процессов. Если в прошлый раз на протеянстве регистрировались серьезные авары, то уже и не памятаюсь, а готовность до ликвидации на случайных ситуаций постоянная. И это так само одна из головных задач для кировничества завода. Олег Синчеров, Евгений Макеенко. Далее радует компания «Гомель». Батьковский сход в режиме онлайн. Благодаря такому формату, больше тысяч людей, которые выховывают тяжких подлетков, погутарили со специалистами областного узровня. Про то, как прошла виртуальная встреча и я, в целом, зараз узровень молодежной злочинности ведая Ганна Ковалева. Коли 2000 юных жахаров в области сегодня стоять на улику у инспекции по справах неполнолетних. Батьки этих подлетков отримали запрошение на незвучайный сход. Местом их управления стала литеральная вся в область. Ведая совесть за благо Конкамом, наладили все районы Гомельщины. У таким формате и таким масштабе батьковский сход пройшел у першиню. Люди из разных худков Гомельщины отримали рекомендации от представников Гомельского обл. Конкама, прокуратуры, Управления внутренних справ и областного наркологичного диспансера. К сожалению, родители в школы, на собрания приходят, как правило, родители хороших детей. Родители проблемных детей, они особо не стремятся на такие мероприятия. Поэтому такое мероприятие нам очень важно, чтобы такие родители, родители проблемных детей, чтобы они немножко в своем сознании перевернули свое восприятие и повернулись лицом к своим детям. В этом году изровень злочинности сирот неполнолетних снизить не удалось. За минулые 11 месяцев назирався рост их колькости. И такая динамика по кулю пыль не на заховывая свои позиции. Особливое оживление у категории злочинства, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этом же списе хулиганства. Неизменным же номером один у малолетних порушальников застаются крадежи. В этой связи хочется обратиться к родителям, чтобы они все-таки были более внимательны к времяпрепровождению своих детей. И если ребенок сидит за компьютером, то это вовсе не значит, что он может играться в какие-то компьютерные игры, либо переписываться со своими одноклассниками. К сожалению, именно с использованием интернет-ресурсов совершается большинство преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Поэтому никто другой, как родитель, может первым заметить любые изменения в поведении ребенка и в круге его общения. С принятием декрета президента номер 6 пока ранний за сбыт наркотиков стало больше жерстким. Уже в этом году у отповедности изъим были осудженные подлетки до 8, 10 и 13 годов турмы. Сегодня супрацовники прокуратуры, социальные педагоги, психологи и иншие специалисты ведут велизарную працу с тяжкими подлетками. И список обовязков по линии профилактики злочинности сярод молоди покуль только расте. А лёсё же вырошить проблемы, которые восстраиваются с кожным днём. Самостойных этой люди не в силах разгорнуть ситуацию хотя бы на 90-х градусу. Без удел у батьков посудности просто немогчима. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У «Гомеля» на базе Палаца творчества детей и молоди открылся уникальный ресурсный центр. Тут детям допомогут вызнашиться с выбором профессии и накируют у отповедной гуртки. Подробязности в нашем наступном сюжете. Звернуться за профориентацией можа кожный, жадающий во взросле от 6 до 31 года. Тут не только проведут диагностику, але и подкажутся отповедные гуртки, які допомогут развивать свои здольности. Важно и то, что такую поддержку теперь окажут у каждом районе нашей области. 25 представников установки додатковой эдукации «Гомельщины» обмерковали на керунке развития. Учреждения дополнительного образования – это центры, по сути, профориентации. Если ты хочешь быть художником, если ты хочешь быть архитектором или хочешь быть, допустим, дизайнером, то ты ходишь на кружок по визо-студию или декоративно-прикладного творчества. У планах ресурсного центра сустреча на местах и открытие сучасных гуртков. У развитии будут пристримливаться и новоцины на кераванности. Все не отзначают, не хапай занятков по фотографии. Набирая популярность инженера и робототехника. Такая задача должна решаться и в семье, и в системе образования, и в учреждении основного образования, и в учреждении дополнительного образования. Потому что, в общем, это мы можем назвать социализация подростка. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Знашная паде отбылась у одним из районных центров Гомельской области. Жихарам горы Дорогачёва пропоновали новый европейский формат шопингу, что сопровождалось открытием шаргового 400-го филиала гандлёвой сетки «Евроопт». Подробязанностью в материале Катерина Жданович. Торжественная атмосфера, дегустации, сюрпризы и подарки для гостей. Так открывали новый торгово-развлекательный центр «Есити» — крупнейшего белорусского ритейлера в Рогачёве. В церемонии открытия участие приняли власти города, руководство компании «Евроопт», сотрудники нового торгового центра и, конечно, будущие покупатели. Данный торговый объект «Евроопт» уже второй в городе Рогачёве, 67-й в Гомельской области и 400-й в стране. На просторной площади расположено огромное количество товаров, от промышленных до продовольственных. К тому же, обслуживание покупателей здесь осуществляют 16 касс, что также крайне удобно. И действительно, масштабы приятно удивляют. Новый торговый объект создан в самом совершенном на сегодняшний день формате. Это не просто гипермаркет, а целый торгово-развлекательный центр, площадь которого превышает 7 тысяч квадратных метров. В скором времени здесь планируют предложить покупателям комплекс услуг. Начнут работу салоны связи, магазины одежды, обуви, детских товаров, ювелирные бутики, аптека, турфирма и цветочная лавка. Мы рады, что 400-й объект открытия нашей сети приходится на малый административный город Рогачев. Мы рады тому, что население Беларуси и малых городов будет получать современный сервис, современные услуги и хороший ассортимент товара по очень доступным ценам. В следующем году в наших планах развития, в тех городах, где мы не сможем открыть торговые объекты, мы сможем предоставить такой же сервис благодаря нашему интернет-магазину. Об этом мы будем додумываться и работать над этим будем в будущем году. Уже в день открытия жители города сумели оценить все достоинства гипермаркета «Евроопт». Особенно поразил выбор представленных товаров. Причем как отечественного, так и зарубежного производителя. Довольны, что появился такой магазин, потому что у нас в Рогачеве реально надо было обойти 10-15 магазинов, чтобы что-то купить, выбрать. А здесь, в принципе, все есть. Все можно купить, цены доступные, все свеженькое, нам очень нравится. Беру такие продукты пока сегодня, например, сыр с пресенью или какие-то рыбку красную, которую я не могу купить у себя. Для ребенка радость – рай. И это далеко не все преимущества покупок в гипермаркетах торговой сети «Евроопт». Ведь в компании хорошо понимают, какое значение в современных экономических условиях имеют цены на товары в розничной торговле. Именно поэтому ценовая политика в первую очередь рассчитана на реальную экономию для покупателей. В гипермаркетах сети по всей стране в Евроторге предлагается расширенный ассортимент акционных позиций. Мы снижали перед Новым годом цены для наших покупателей. Пересматриваем ряд позиций в рядовых ценах для того, чтобы сделать предложение товаров для наших покупателей наиболее выгодным, наиболее приемлемым и удобным в покупке. По всей стране в гипермаркетах «Евроопт» товары, выставленные на акции «Красная цена», можно приобрести с дополнительной скидкой до 17%. А каждую среду продегустировать продукцию собственного производства и приобрести кулинарию из птицы по специальным ценам. Большой торговый сервис для малых городов это приток инвестиций и новые рабочие места. В этом гипермаркете работу получили 136 местных жителей. Кроме того, крупнейший белорусский ритейлер собирается расширять свое присутствие на отечественном рынке и до конца года планирует открыть в стране еще 25 новых торговых объектов. Екатерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район. В областном центре отбылся центральный матч тура Мушинского гонбольного чемпионата Беларуси. Сустрокались лидеры. Гомель и столичный скапер от гульней имели одну льковую колькость очков. Под обязанности у наших корреспондентов. Гульни с принципиальными соперниками Мушинская и жаночая команды гонбольного клуба «Гомель» в этом сезоне проводят у Амаль святочной атмосферы с мощной подрымкой трибун. Так было подчас недавней гульни гомельчанок с БНТУ «Белас». Супростояння мужчинской команды «Гомеля» и «СКА» не стало выключением. В этом сезоне соперники згуляли помеж собой двойче. У другим крузе чемпионату в Минску «Гомель» и «СКА» разышлися миром. Подчас турниру в Могилеве армейцы были мацнейшими. По выникам же гэты гульни повинен вызначиться лидер чемпионату. «Гомель» почал агрессивно. До 12-й хвилины лик на табло был 7-3 на карысь господару. Пятю результатывными китками отзначился левый повсередний гомельчан Андрей Яшенко. И он и далей не сбавил обороты, записавши на свой рахунок 14-галу. «СКА» не той соперник, за яким можно гублять концентрацию. Секундамер отличил я 6-6 хвилин, а гостя уже зравняли лик 8-8. До конца тайма гульня и шла мяч у мяч, и на перапына команды пайшли при лику 14-14. Головный негативный момент для господаров за травмы выбыл Дмитрий Смоликов. Страта отшувальная, темболь, что у команды Сергея Цыганкова не такая долгая лавка запасных. Початок другого тайма проходил по тем же сценарий. Команды обменивались результатывными атаками. До 10-й хвилины табло гаррили лишь бы 20-20. И тут дала об сабе ведать проблема, якая супроводжае як мужчинскую, так и жаночую команды Гомеля в этом сезоне – кадровый голод. Лепшу комплектованный «СКА» скорыстався слабостью соперника. Хватило длинные скамейки, взамен не хватило. Потом силы нас покинули и сказал, что в отрыв. Поступово армейцы нарушивали перевагу. Гомельчанам, как догнать гостей, моца уже не хапала. Не глядячи на поражение с ликом 27-31 у тренерского штаба, Гомеля претензий не ма. Самоотданости и жадания перемогать у гульцов были на высоким узровне. Есть технические ошибки, которые, я считаю, это можно работать. Главное, что ребята верят с этого года, что мы можем играть с «СКА» Минском. И я думаю, что мы в этом году составим конкуренцию с ними за плей-офф. Устанье соперника заявлению серьезного конкурента так само рады. Цекавые и напруженные гульни пойдут на корысть не только чемпионату, а лею всему белорусскому гандболу. Мы довольны тем, что уже появляется еще одна команда, которая очень прилично может сделать конкуренцию. Максим Савин, Валерий Гапаньком, телерадио «Компания Гомель». Навинные регионы, информацию о проектах телерадио «Компании Гомель» вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова